ребята привет всем привет мы пропали на недельку вот на 2 мы появились дела ребята дела как всегда такое с утра солнышко было прям такая погодка прелесть тепло до ветерочек чуть прохладно ветерок как дунет да как дуне так сразу а ну ладно сегодня сегодняшнее воскресенье мы с вами вы с нами но сегодня пообщаемся что у нас тут нового что происходит куда движемся как идем погнали ну как вы видите у нас вечная проблема многие переживали что навес то зеленый то еще какой ребят вообще по барабану нас постоянно то чем нет завалено доски это панели сейчас мы будем упаковывать доска свежие все везут ох мамушки родные она короче тяжеленная но просто без вариантов сезон новый начинается сейчас все склады забивают свои эти кто занимается и панели приехали панели бумага как обычно двушка полторашка это клетки поедут выходные полтораха но еще не довезли мне панелей ну потихонечку будем двигаться марина еще клумбы своей не выходила не вылазила да так что грязи еще много в конце огорода мы сейчас пройдемся даже покажу что там интересного у нас происходит а так пойдемте дальше поэтапно так и пойдем ребят знаю что меня смотрят не только взрослые дяди и тети а еще смотрят много ребятни я знаю мне пишут комментариях пишут конечно родители что детишками садятся и детишки вечером ждут дядя саша кроликов покажет или нет вот давайте мимишности немножко в ленту вот это совсем плоховатенько отход был но это терпименько но один глазик надо подлечить вот он глазик надо ведь промыть а то глазки уже открыли один глаз закрыт такой это один там жулик бегает два четыре шесть восемь так два четыре шесть восемь девять десять в этой 10 штучек вообще отлично ну вот вот такие мультяшки пора и молоточки вообще убрать а то они сейчас грязнульки жарко становится тепло поэтому надо убирать у этого тоже глазик один глазик нужно промыть они только-только открывать начали сегодня первый день задвижку я им оставил уже одного одного шпенделя видите глаза еще модные только только открывает до мультяшка мультяшка вот такая мультяшечка глазки еще закрыты но ничего откроем скажите помощник пришел кроликов кормить до кивает все так же кормить здесь получилось у меня сразу сколько восемь штучек было кров практически в один день нет вот это вот позже это просто пересадил оттуда здесь самка прохолостила я об оттуда перекинул сюда чтобы у меня ряд был занят два четыре шесть семь восемь девять десять в этой 11 и оставлял у нее было 12 один составлял не записал 11 вообще осталось пусть кормит мой на один уже видите чижик конопы жиг два четыре шесть восемь десять у этой тоже 11 вот 11 как оставил так 11 11 так и сидит в 11 ребята не надо оставлять это я просто что-то экспериментировал не помню тут две или три самки я один составил но все равно можно оставить можно конечно оставлять но это не нет ни те приветствия с ровным были раньше серебряшки так этот черный белым куковал классно было такие белые один черненький там или все черные один беленький но эти пузырьки вот с утра поели так и закрыли пузо ты сейчас туда-сюда им тоже надо будет задвижку открывать уже глазки начинают видите пролупляться еще беспокою его беспокой конечно да ну ладно так роликом работа как обычно ребята сейчас вот этот ряд у меня вот докуда у меня вот до сюда здесь вот они только рвут пух я показал на втором должны окролицы здесь тоже пушок надо им добавить стружки этой вот это оборкировал 1 остальные сейчас будем ждать окролы ну а там он белых 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 ладно пойдемте дальше побродим тепло ребята все ближе погода конечно каждый день по-разному марина здесь даже вот что-то марина быстренько расскажи нам да это когда и подснежники ну как у нас они называются подснежники ну это в общем у нас называется все что вылезла из-под степи первое это называется подснежники но это не подснежники марина ну вон и дальше или нет нет подожди они же это мы одни да я их покупала уже как бы было тепло засушливо было они отцвели я думала что они не выживут но они все-таки выжили бедушки наш план действий пойдем сейчас открывать наши интересные растения которые розы свои не будешь нет роза мы потом откуда потом ну а смысл сейчас уже находиться давай режь погнали том году все укрывали от непонятное дабы обледенение да где-то не заморозков а именно обледенение от обледенение все укрывали вот этим материалом укромным сейчас все это снимем ну да 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 но сейчас нужно для этого должен быть ножичек да и получается чтобы обледенение не было как вы сами знаете большинство что виноград все марина развязывается верю она все постоянно будет обледенела обледеневать и почка задыхается понимаете сама остается живая растительность от корня на я варен так она развязывается на разве же она лишь не стал сильно завязывать не надо ничего резать вон он все же развязал вот все равно да и ножны побольше и отец роза на улице и виноград виноград нику тоже там есть какие моментик один я сейчас пришел немного обалдел по солнышку это роза очень сильно пострадала затянула называет вот эти ножи в блатной а в том году она вся замерзла до самого низа да мы посмотрим в этом году и вот и надо тоже будет и обрабатывать и все обработать потому что можно еще это в чай бумажку то есть это укрыв на него не выбрасывает все это складываем и нас еще вот парень но и тут веревочку пока наверно веревку не надо я потом обработаю обрабатывать обрабатывать потому что ну по-любому посмотри под этим материалом пошли дальше от откроем такие же говорю что колючки а как это да он дальний самый как она называется хоть эти твои фикуса но фирме забываем как и называет назвали гибискус да гибис это все разные цвета парень просто развязывание нормально развязывается и в том году тоже фиолетовый какой-то белый а да 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 у него этот картинка идет или сколько с улицы это тоже самое первый год потом не будем укрывать вот веточки чик ленька классникой оба сейчас все это распрямится и по идее будет нормально там мы не будем его а зачем пушка телепать его будет и все остальные пойдем так же тут у меня пошли первые нарциссы у нас наверное это первая весна чтобы в конце марта меня сходили нарциссы обычно не в конце апреля а у нас темная сторона не темная северная северная сторона из-за дома постоянно у нас лед у нас вот здесь вот лед постоянно лежит лед снег и он к началу мая только тай не моя нужно сказать апрель концу апреля когда он напротив людей и солнышко уже все у людей цветут нарциссы да у нас они недели через две вот этот вот полностью фиолетовый кустик артем подгоны делал из крыма из крыма они крым хорошо сохранились а вот веточки видишь хорошенькие а пока мы добрались до панель вот сейчас я это все буду упаковывать это кому интересно метр пятьдесят восемь на метр восемьдесят вот такой видос это метр 80 на 1 0 8 метр 20 на 1 0 8 ну и такие шестидесяточки тоже на 1 0 8 ребят сразу несколько слов сейчас весна начинается звонки пошли но вот как видите заказы все кучу собрали ребят будьте внимательны пожалуйста какая ситуация много ошибок в каком плане делал отдельное видео я сделаю ссылку внизу обязательно по панелям я делал какие ошибки возникают при заказе вообще панель подбирается из параметров загруженности помещения размера помещения расстояние грубо говоря там панели вентилятора все это нужно учесть даже учесть какие клетки двухъярусные одноярусные иногда звонок и просто вот александр мне нужна такая-то панель все я ее делаю отправляю человеку ну как бы ну человек сказал ну что он же где-то просчитал может мы с ним до этого общались а к нему пришла панель он говорит александр мне как бы пи не хватает я бы снимите видео помещение первая ошибка панели работают только в капитальном помещении что такое капитальное помещение пускай это будет блок кирпич что угодно но помещение с капитальной стеной помещение металлическое и просто там утеплено допустим вот недавно был вопрос человек у меня также взял он сказал что утеплено но три сантиметра утеплитель пенопласт ребят это то же самое знаете вот зимой когда разговор идет как он называется 0 0 до точка росы до точка росы понимаете в стене есть часть промерзает есть часть часть из дома нагрета и вот она середина где это соприкоснется где будет ноль на улице минус 20 а у вас плюс и то же самое сейчас в летний период на улице солнце шпарит и у вас железяка нагрелась до допустим 40 градусов а внутри у вас допустим 20 градусов но у вас всего три сантиметра утеплителя допустим сами понимаете что 40 градусов они пройдут вместе с пенопластом с этим это будет температура все равно вас внутри поэтому если у вас к ну помещение не капитальная то вы сначала вы должны или сделать или просто не тратить деньги ребят вот чем дело вторая ошибка это неправильная расчет точение расчета люди просто посмотрели а ладно вот такую возьму тоже ошибка вы можете просто потратить деньги вы лучше меня поинтересуйтесь я ну стараемся каждому помочь опять же моменты такие если человек у меня просто узнает а вот скажите знаете последнее время тоже много таких кидальщиков которые александр рассчитайте меня я рассчитываю спасибо хотя даже и спасибо не говорит он просто сваливает и все пошел где-то может другом месте купил мне как бы без разницы поэтому я даже могу сказать так что десять процентов от стоимости панели или мой расчет стоит в грубо говоря 500 рублей вы мне бросаете я вам рассчитываю под ваше помещение какая вам нужна панель если вы уходите от меня то и деньги остаются мне если вы остаетесь у нас если заказываете у нас то эти деньги за расчет идут стоимость панели я думаю так честно я за панель лишнего не беру только то что она стоит поэтому говорю ребят не совершайте ошибки в каком плане если помещение не капитальное вообще не нужно вам туда панель ну придется пока маяться если помещение капитальное то нужно рассчитать какая панель ведь и размеры и высота зависит также от потолка как у вас низ приемник воды плюс я же говорю помещение длина ширина плюс загруженность вот здесь допустим у меня свинарник маленький небольшой потом эти перепела бролером две и кроликом парочку получается грубо говоря кроликом всего парочку остальное практически все птицы поэтому если есть вопросы лучше вы задайте вопрос говорю мы придумаем какая вам панель нужно с вами это обсудим чем когда взять а потом еще были столько с ней мучиться ну а по поводу как она устанавливается что с ней требуется какие там как обслуживание это все будет отдельно видео я уже делал просто будет ссылка в комментарии и под видео ребята спрашиваете что с виноградником рано открывать еще очень и очень рано по крайней мере в нашей полосе где-то юга конечно уже можно у нас еще нет максимально что сделал на днях и подошел приоткрыл и здесь не просто на меня жара как дал оттуда вот теплицы эти держат открыл края вот так открою даже на ночь больше не будут закрывать если вдруг что-то возвратной конечно можно все закрыть то как я и говорю что здесь самое главное обледенение обледенение сейчас не будет но и обледенение даже если дочь как он пойдет он будет сверху хорошо зимой показала себе такую как я укрывал здесь все намочит прям корка ледяная а мне без разницы непосредственно сама лоза он там прививки мои ну посмотрим уже потом когда пойдет что там вызрела не вызрала и пчелку летают уже челки начали поэтому открыл наши теплицы с каждой стороны кое-где даже еще на серединах открыл самые самые длинные еще открыл коде на середине просто на серединке чтобы и сюда тоже выходил воздух горячий не нужно сейчас лозе лоза не в земле лоза над землей или каиде вот она подвязана как видите выше от земли поэтому не надо сильно жары все полностью края открыл а все полностью море что он там забыл вот сейчас ветерок уже туда продувает чтобы раньше времени не стартовало ничего а то сейчас глаза решит что ей уже пора а еще рано вот так вот так пушка будет а кто здесь вообще аватар но здесь будет да здесь памяти учителя там еще что-то у меня было сейчас даже посмотрю нет это тут ливия написано нет мне ливия я в табличках своих книжки написал вот-вот ведерко еще где-то были в общем новые сорта с краснодарского края мне прислали те что я хотел все теперь ждем дошли до самого главного марина персики ребят сейчас покажу персик персик до персик в том году у нас все обледенением бабахнула в этом году что сделали вот эту часть мы оставили вообще открытую просто открытую эти прикрыли там прикрыли здесь и вот эту закрыли но здесь то что закрытое было вот только это открыл здесь видно соцветия есть именно то что цвести будет есть и вот и мы где си честно и не знаю то ли мы спасли то что укрыли то ли это зима была такая что ничего не побила ножек облить нет обледенение были очень сильные эти ветки вообще вспомни как они пригинали поэтому сейчас откроем но дальше покажет марис над запомнил смотри вот это мы закрыли получается забор к забору которую да мы не закрывали остальном и накрывать еще самое главное сейчас это все нужно будет обработать бордовской жидкости жидкости реально бордовская в том году показала себя отлично потому что позапрошлый я не не обрабатывал и брала проблема залита я задолбался этим как он там называется да вот этих ой блин правда ли они не то проявили да это рано мариш мне сейчас это надо фигачить прям да наверно сегодня завтра надо делать то что они там тепличках своих вот эти надо убирать и получается этот бордовской курчавости не было ребят курчавость это в том году это просто был караул не позапрошлым позапрошлым курчавость было это она задолбала все листья вот это крутила в том году обработал залито потом от курчавости ни разу вообще не парился лист такого классный бог надо весной и осенью обрабатывать именно этим бордовской ладно все мы сейчас откроем были тогда может сегодня распушает да блин они аж теплые конечно чушь и не пойду от них тепло до все распаковали с мариной упакованы и наш смотри как они сразу начали справляться тоже был вместе смотреть начал да да каждую свою сторону теперь это у меня такой как чаша чаша я вот здесь веточки сильно гнула ну и выпустим новое ничего страшного посмотрим что покажет так по почки вроде бы показывает что цвести должно ну а дальше пока погода погода нам как распорядиться пойдемте еще покажу по грушам яблонькам раз забрались в огород это обрезал все здесь тоже центральный проводник вот брошу тоже секой тоже зеленым зеленым прививал хочу вывести наверх а здесь уже что будет так груши и груши груши яблони груши вот так все уже обрезал скажем готово но здесь еще привязать только останется привязать и в этом году уже буду здесь кучеряшки скажем так пускать это вот за тот год прирост был я все это оставил и вот эту часть обрежу немножко все здесь центральное что-то пойдет буду подрезать высоко не пускать вот это в том году я вам показывал я и пообещал мраморная груша мраморная я вам как осенью сказал груша подобие картошки найти вот картофель есть было один молодой здесь один вот молодой я просто так вот вышел не стала ничего показать вышел так просто ножиком чир 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 воткнул вот от этой вкусненькой там через одну воткнул прижить не стал ничего не замазать хочу избавиться от того вообще не нужен нет корень приживется приживется тогда пойдет вверх буду дальше не приживется хочу выкопать у меня есть нормальные там грушки с той стороны мы рассаживали пересажу сюда да и все яблонки груши пробежались вам показали да постепенно природа отживает теплеет у нас обещают потепление хорошее такое но самое самое главное друзья все что я вам показывала рассказывала все что мы обещали мы все таки выполнили что мы обещали мы подключили 380 у нас света нет я нажал на у нас вон все кратчатники открыты да в общем в общем рассказывай саша что почем маленький подключен работы большой подключен работает в данный момент здесь цвета когда нет бункер разобрали потому что здесь будет у меня все равно дробилка подключена дробилка будет стоять здесь мне нужно будет емкость сделать куда это все будет засыпаться и на улице чтобы воздухом был сушилку сушилку скорее все тоже здесь буду делать где будет сохнуть ну там есть какие-то варианты обдумать надо ну вот эта сторона там хочу просто бочки поставить не хочу никак в бункер бочки там с чем будешь бочки надо кукуруза пшеница на улице кукурузки сюда припру плюс широта если что-то по поводу комбикорма сейчас кто если увидит это видео сашка будет делать комбикорм кроме ко мне не буду ребят не буду все равно это мы готовимся все-таки к индюкам на данный момент именно индюки возьмем и чтобы у нас все было готово говорю маленькие уже ну как не то что готова он работает его подключил большом не надо притирать стирать матрицу все равно ребята вроде бы прогоняли но и надо все притирать протру притру ну как буду все делать притирать покажу расскажу хотя бы было видео сейчас вот этот хлам нужно здесь и мотоблок вытащить игру русские все здесь приберусь уберусь расставлю ну и потом сделал видео а как мы подключали 380 какие у нас приключения были но это будет отдельное целое видео потому что подключали мы 380 3 года три года мы подключали подключили так что вот так так что ребята постепенно приступаем полевым работам еще грязи полно за ногами тянется но душа тоже требует я думаю я думаю вы на этом уже кто-то на даче там поглядывать кто-то засеялся наверно кто-то краснодарский край юга конечно уже засеялись москва подмосковья только нам на дачу грабли точат лопаты так что ребят весна придет ли это придет никуда это не денется просто кое-где не надо спешить все мы погнали сматывать наши спаджбом мы пойдем сматывать а когда все подсохнет да все снимем потом еще здесь укрывным застелим черненькие тканью которая чтобы трава не росла все ребята пока пока вот прижилась почечка и вот посмотрим ну и все остальное груша ям ой твой мать чуть не убился ну а что бывает так кто-то яму кто-то по норал